Доброго времени суток, леди и джетельмены! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня я хочу затронуть весьма щепетильную тему для многих фанатов кей-попа. Я сразу хочу сказать, что у меня нет цели заработать больше просмотров или создать какие-либо фан-войны, так как отношусь я к этим двум группам одинаково. Я не являюсь ни блинком, ни армией. Давайте приступим. И первая вещь, на которую я хочу обратить внимание, это сценическое обаяние. Или энергия и умение развлекать артиста на сцене. По сути, это и является основной задачей большинства кей-поп-групп. Ну, как большинства вообще всех кей-поп-групп. Умение петь и танцевать, конечно, тоже очень-очень важно, но не настолько важно, как умение развлекать своих зрителей. Так как если артист умеет все это делать, но не умеет при этом развлекать, то я считаю бессмысленно ходить на его концерты, ведь можно послушать и посмотреть музыку. То есть, извините, послушать музыку и посмотреть, как он танцует дома бесплатно. А на концерты люди ходят, чтобы получить какую-либо энергию, потанцевать и получить массу позитива и других разных эмоций, которые испытывает фанатка, который видит своего артиста, когда он выступает и выкладывается на пол. Поэтому я считаю, что этот балл идет именно к BTS. Почему? Ну, потому что они уже выступают практически 6 лет, и я всегда вижу у них улыбки на лицах. То есть, я не вижу нежелания находиться на концерте, не знаю. Я всегда вижу, как они выкладываются на все 100%, и сразу видно то, что они стараются. Я не говорю, что Blackpink вообще не стараются, да. Они стараются, но не все. По крайней мере, я вижу, как стараются только 3 из участниц. Всем же известен инцидент среднего Дженни в тот период, когда она не показывала вообще ни свою любовь к фанатам, ни то, что она любит находиться на концертах, ни то, что ей нравится выступать. Она выглядела, как будто ее заставляли это делать. Как будто, знаете, как люди, которые ненавидят свою работу просто. Она выглядела для меня именно такой. Но, тем не менее, я не могу сказать, что она ленилась, или что, может быть, у нее был сложный период в жизни. Вся эта медиа-игра с Каем и Зэксо, возможно, у нее просто сдали нервы, и она перестала выступать нормально. Но сейчас она исправилась, это все, наверное, знают. Извините, здесь будет много склеек, потому что я периодически кашляю. Я на больничном, но у меня, как вы не слышите, больной голос. Второе, что я хочу рассмотреть, это вокал, умение петь и стабильность артистов. Я долго думала над этим вопросом, потому что это довольно-таки трудно для меня было. Но все-таки я решила дать этот балл Blackpink. Почему именно Blackpink? Сейчас объясню. Как мы знаем, один из ведущих вокалистов BTS это Чи Мин. Чи Мин же является самым нестабильным участником в этой группе. У него периодически возникают проблемы с высокими нотами, хоть фанаты и пишут, что это, возможно, он заболел, у него какие-то проблемы с голосом. Но давайте будем честными, не может быть столько проблем с голосом, и что-то они были так часто, учитывая то, что они выступают практически 6 лет, плюс у них была до этого стажировка. Он уже должен был научиться правильно дышать во время танцев, какими сложными бы они не были. Да, у Blackpink намного легче танцы, но проблема в том, что есть и другие группы, у которых тоже сложные танцы, и они при этом поют правильно и чисто, без всяких фальшивых нот. Я не хочу сказать, что у Blackpink нет такого грешка. Во время промоушена с Do 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 их вокал был крайне нечистым, и Розе, и Джису они очень сильно фальшивили. Однако я могу это оправдать тем, что это был их первый альбом, хоть и не полноформатный. Тем более я уверена, что во время того, как они сидели в подвале в IG, они не занимались профессиональным вокалом, как раньше. Ну блин, они новички, в отличие от BTS. Это можно оправдать этим. Следующее, что я хочу рассмотреть, это танцы. Хочу заранее сказать, что сложность танцев не определяет их правосходство над другими танцами. Хотя бы потому, что у всех мужских групп танцы сложнее, чем у женских. Но это обуславливается тем, что объективно мужские группы не танцуют на каблоках и коротких обтягивающих одеждах. В этом плане им удобнее. Плюс некие физиологические особенности. Вообще, вообще хочу сказать, что хореографии у обоих групп весьма примитивные и повторяют друг друга. Если у BTS это прыжки везде, то у BLACKPINK это хватание друг друга за плечи и разные другие интересные места. Поэтому хореографам обеих групп надо поработать над креативностью, потому что они теряют в последнее время ее. Если же затрагивать мое личное мнение, то танцы BLACKPINK мне нравятся больше, чем BTS. Это я говорю как тот, кто учил танцы обеих групп. Ну, возможно, это потому, что я девочка. Возможно, поэтому. И мне нравятся больше женские танцы вообще. Так что оставлю это для вас. Четвертой вещью, что я хочу обсудить, будет рэп. Рэплайн у обоих групп очень хороший. Я даже хочу сказать, что считаю, что BLACKPINK обладает одним из самых лучших рэплайном среди женских групп. Но BTS не является женской группой. И мне кажется, что они в рэпе чуточку получше, чем BLACKPINK. Хотя бы потому, что у них было больше времени на стажировку и читка у них чуть получше. Хочу сказать и напомнить вам, что быстрый не значит хорошо. Во время промоушена с дудудуду, Дженни была самым нестабильным мембером, хоть она им сейчас и является, я считаю. Она была нестабильна не только в вокальном плане, но и в плане рэпа тоже. Так как она проглатывала слова, недоговаривала и ее порой было не понять. И как вы меня поняли, я даю балл BTS. Пятый пункт это агентство самих групп. Я знаю, что он дебильный пункт, но я все-таки хочу его обсудить. Это просто для, так сказать, общего развития и просто крик души можно назвать. Что у BTS, что у BLACKPINK не очень хорошее агентство. Сначала мне казалось, что у BTS одно из самых лучших агентств просто потому, что они дают им право выбора и больше свободы, больше воздуха, так сказать. Если же BLACKPINK просто держит в каком-то подвале и не дают камбэки, а если дают, то реально очень мало песен и продвигают их, мягко говоря, плохо. Честно говоря, у BTS агентство не лучше. Оно выжимает последние деньги, просто все, что можно выжить. То есть, как просто корову. BTS выжимает все абсолютно. Выпускают фильмы непонятные, выпускают игры, выпускают косметику. Все. Фан-база сама BTS довольно-таки молодая. Поэтому расководство уверено, что скупит абсолютно все. Я не знаю, как мог понравиться этот фильм, ведь это же, блин, просто была нарезка, нарезка выступления. Я сама не ходила, мне люди рассказывали. Возможно, я поэтому не имею права судить этот фильм. Но мне бы было жаль потратить деньги на просто прийти и посмотреть запись концерта. Причем платно, не знаю. В этом плане обе группы получают по нулям. Последним критерием, но отнюдь не маловажным, остается фан-база. Обе группы популярны, так что обе фан-базы состоят из детей. В основном. Я не говорю, что все. В основном все дети. Поэтому обе фан-базы крайне токсичные. Я сейчас не хочу никого обидеть. Во всех фандомах есть нормальные и дружелюбные люди. Но в основном это очень токсичные дети, которые топят за свою группу и не уважают интересы других абсолютно. И взрослая половина, так сказать, очень талантливые люди. Я вижу много красивых артов, хороших, дэнс-каверов и обычных каверов. Но факт остается фактом. Обе фан-базы абсолютно токсичные. Армии более токсичные, чем блинки. Это относится не только к инофандому. Это относится и к руфандому также. Я много вижу, могу предоставить профы, но мне кажется, не надо предоставить профы. Все абсолютно так это знают. Армии пославились как самый токсичный фандом среди кей-попа. Возможно, блинки не особо токсичны, потому что их меньше. Но, честно, я в этом не очень сильно уверена. Соответственно, получает балл Блэк Пинк. Кто лучше, а кто хуже, решать вам. Судите сами. Я не буду оставлять никаких четких выводов. Вы сами можете это продумать. Все, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. И заходите на мой инстаграм в ссылке в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok